Хорошо, давайте еще одну задачу решить по параллельности прямых Вот про четырехугольные задачи Вот у нас четырехугольник А, В, С и Д Мы хотим представить, что угол А плюс угол В равен 180 градусам Доказать, что угол С плюс угол В тоже 180 градусов Значит, вот этот угол Плюс этот равен 180 градусам А надо доказать, что вот это Плюс вот этот равен 180 градусам Помните, что угол А еще по крайней мере? Не совсем, он по-другому делал Значит, вот сумма этих уголов 180 градусов Что отсюда следует? Давайте я даже Ну, это ничего не меняет, но ради картинки Я продолжу эти две прямые И продолжу вот эти две прямые Чтобы можно было увидеть эти самые тихущие и взять его угол Так, ну скажите Ну, сумма угол Четверка были, коронавирус там 60 градусов А, это мы еще не знаем Я могу доказать, что трехугольник Я могу доказать, что трехугольник Так, хорошо, это тоже такой способ решения тоже есть Но на самом деле это значит гораздо проще Там просто как бы надо сказать Потому что там уже практически Не нужно даже ничем треугольник знать Или трехугольник знать Кто может объяснить без науки? Ну как бы без науки Если сумма этих двух углов равна 180 градусов То отсюда следует, что BC параллельно AD Это одно из наших основных свойств Что если секущие два угла в сумме, два внутренних односторонних угла в сумме 108 градусов То эти прямые параллельны И дальше что сказать надо? А поэтому линия CD она секущая Теперь у нас есть те параллельные прямые И еще одна секущая Да, и поэтому И соответственно отсюда прямо сразу следует Что при секущей внутреннего угла равны 180 градусов То есть все Прямо нам не нужно ничего про четвергугольник знать А сразу мы получили Чего? Я хочу показать правиль Что сумма углов треугольника 34 градусов Нет Потому что сумма углов треугольника 180 градусов То есть я могу крыть, что это Четырехугольник Да Другое решение такое Что сумма углов четырехугольника Какая теоретия Да Я хочу показать Сейчас Давайте прямо здесь Сумма углов четырехугольника А, B, C, D Вы нарисуете здесь Нарисуете здесь Нарисуете здесь Нарисуете здесь Нарисуете Такую же Вот Есть Четырехугольник Есть Произвольный Четырехугольник А, B, C, D И в какую-либо диагональ И получится два треугольника То есть Тут Прямо нам угол Тут Еще Какой-то Угол Тут Еще Ну Так Мы Угу Давайте Давайте Слишком много Нарисуете Четыре Пять И Шесть Углы Четыре Пять Шесть Это Сто восемь Уже Знаешь Четыре Пять И шесть Это Это тоже что 80 градусов, потому что это углы треугольника А, Б, С. И у всех углов треугольника это как раз сумма всех. Теперь мы можем это сложить. Что у нас получится? Один, два, три, четыре, пять и шесть. Сумма их всех будет. 360 градусов. Теперь нужно убедиться, что эта сумма как раз и сумма угрожена. 2 и 6 это и так угол. Угол А это 1 и 4. Это вместе дает угол А. Что еще? 1 и 4, 2 и 3. Что еще дает? Б это угол 2. Да. Д это угол 6. А еще что? 1 и 3 и 5. Угол 7. То есть как раз получается сумма всех этих угол 5. Ровно. Это с этим и это с этим и это с этим. Угол 7. Угол 7. Угол 7. Сумма 4. Угол 7. 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 Формально говоря, у нас просто из нарисованы два адреска, то угол между ними – не маяк какой – протет от или нет. Но нужно брать тот, который внутри четырех уголов будет. Сумма углов четырех уголов – это 360 градусов. И отсюда видно, что из-за третий аема можно решить Сумма углов пятиугольника АВЦЛЕ, как вы думаете, какая тут? Её можно разбить на третий угольник. 180 умножить на три. То есть это будет не 360, а сколько? 540. Хорошо. И как это доказать? Можно разбить на третий угольник. Можно провести C, E и C, A. Две диагонали. И C, A. Так как тут две диагонали, будет три треугольника. И у нас получается вот эти все углы. Это углы трех треугольников. Но если на них посмотреть иначе, на эту сумму, то из них складываются так же углы пятиугольников. Шестиугольник будет. Ну шестиугольник будет 64. А давайте я попытаюсь иначе рассуждать. Давайте я разобью не на три треугольника, а на пять треугольников. Можно же так? И получится, что сумма будет 180 умножить на 5, то есть 720. Нет. Не 720, а 900 даже. Нет. Значит, мы разбили на три. То есть необязательно, я могу разбить на 5. А если надо будет еще вычетыристо шестьдесят. Чего? Нужно вычеты четыристо шестьдесят. Нужно вычеты четыристо шестьдесят. В чем же вычеты? В том же, на самом деле, у треугольников есть еще вот такие углы. Поэтому надо вычеты треугольники. Значит, в нашей сумме еще появилась паразитная часть вот с этими углами. У меня уже по東西, норм головные, по-разному另外. Значит, из этих девятьсот надо вычести тех, которые мы посчитали по ошибке. По ошибке мы посчитали триста шестьдесят, останется 900 минус триста шестьдесят, А у вас получилось 180, а опять равно 540. Окей, я понимаю, вот так. Мы продолжили вычисления и не стерем с радостью. Это действительно нехорошее дело. Получается, 380. А вообще, кстати, если мы скажем N уголь, то будет N минус 2 умножить на 180. Ну, например, с помощью этого же рассуждения. Если мы так поделим N треугольником, то получится 180 на N, но в центре будет ниже. А ниже не надо 360. А 360 – это как раз 180 на 2. А можно? Можно и разбить N. Но на N треугольнике надо понять, почему N минус 2. А, потому что у нас две вершины и получается 3 треугольников. Диагональ из треугольников. Если у нас всего N вершин. Давайте нарисуем какой-то. N вершин. Сколько вот можно накровести? N минус 3 плюс 1, где же треугольников? Да. А всего-то минус 2. Значит, у нас сюда идет одна сторона и сюда есть. У нас уже три вершины есть. Ко всем остальным идут диагонали. Значит, диагонали у нас N минус 3. Соответственно, N минус 2. И еще один треугольник. Ну, N минус 3 диагонали делят всю эту штуку. Ну, как бы частина, но больше, чем деление. Да. Поэтому получается N минус 2. Получается N минус 2 треугольник. Ну, и, соответственно, получается то же самое N минус 2. Ну, собственно. А если он не выпуклый? Ну, вообще, на самом деле... А? Это дело сложно вообще. Можно ли? Вообще верно ли, что если у нас есть какой-то невыкуканный угольник, то всегда можно найти такую точку, чтобы можно было соединить ее со всеми вершинами? Вот здесь уже нельзя уголить точку. Верно ли, что всякий невыкуканный угольник можно тоже разрезать треугольники, проведя их из какой-то точки? Или неверно? Бывает такой многоугольник, что ни с какой точки нельзя во все вершины летнуть? Бывает. Бывает такая беда. И как же это бывает? Я даже рисовала как-то. А может сейчас? Человек-то. Можете мне назвать такой многоугольник? Но из такой точки все вершины не открыли? Ну, нарисуй все, пожалуйста. Такое проблематичное многоугольник, которое плохо разрезается на треугольник. А, взять трапецию и потом вырезать вот такую часть. Сейчас. Трапецию и вырезать такую часть, потому что здесь штаны. А, вот такую часть. То есть сколько у нас на руке, сколько у нас вершин? Раз, два, три, четыре. Давайте почитаем. Два, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьмым были. И если взять эти точки, то этим точкам годятся только для этих точек, а для этих точек вот эти вот большие. Да, то есть теперь уже... А есть еще шестиугольник, а не восьмиугольник такой. Что это такое? А есть еще шестиугольник. На самом деле это не такая простая вещь. Такой точки вот, например, может не быть. А как вы думаете, сумма углов? Мы заднем 360 градусов. Не 360, но сколько положено? 180 на 8 минус 2. Вот для этого многоугольника будет нужной суммы или не будет? Будет. Несмотря на то, что его разрезать не будет? А я могу. Я смогу. Это с этим многоугольником? Да. Да. За первый способ. Ну давайте первый способ. Как он будет? Да. Получится. Значит, мы действительно его удачно разрезали на треугольники. Получится один, два, три, четыре, пять, шесть треугольников. То есть как раз получится 180 на 6. Но как-то он тут совпал. Понимаете? Треугольник-то получилось как раз шесть. Кто его знает? Может быть, уверен. Всегда треугольник? Плотенки? Если какой-то сложный, хитрый, я не знаю, рисовали как-то треугольник там вообще, который вот так вот так вот так вот, как там Кольца нам рисовала раньше. Это не треугольник. На самом деле, я рисую каждую вершину, но какие-то вот такие вот. Непонятно. Можно его разрезать треугольник. Да. Ну, что это не так просто? Нет. На самом деле, всегда верно. Но для того, чтобы строго доказать, надо знать, что это двуугольник. Так как это нам наглядно понятно, а как это доказать срок, в общем.